С последствиями отказа от российского газа, просто Европа спорит по-прежнему, на что они готовы согласиться отказаться или не отказаться, цены при этом растут, и мы пытаемся исследовать общественный договор, насколько жители европейских стран согласны с тем, чтобы платить больше, хотя это не так, чтобы обязательно, это политическое решение их властей. И мы знаем уже, что США первыми пошли на это решение, отказались от российских энергоресурсов, и Байден тогда, если помните, выходил и выступал, что да, это цена, которую нам придется заплатить, но мы не можем сотрудничать со страной-агрессором, спонсировать этот режим, и рассчитываю на ваше понимание. Хотели вас попросить рассказать по вашим наблюдениям, есть ли вот это самое понимание, согласны ли американцы с тем, что им сейчас приходится тратить на бензин и, возможно, какие-то другие услуги гораздо больше, потому что Байден принял такое решение, не обернулось ли это какими-то волнениями внутри американского общества? Волнений, безусловно, нет, поскольку все кадры из Украины, в отличие от того, что происходит в Украине, например, от российских действий в Течне в 90-е, в том, что сейчас есть у всех мобильные телефоны, все эти кадры, они доступны для американских, рядовых американцев через их СМИ, поэтому уровень эмоциональной привязанности к тому, что происходит там, он совершенно другой, то, что была Россия и Чечня, вот эта война в 90-е годы, поэтому эмоционально часть американцев, безусловно, поддерживает решение Байдена, при этом, безусловно, есть американцы, которые недовольны, вот, знаю, по личному опыту, я здесь в Радгерсе веду курс о ведении международных отношений, и я даю задание студентам выбрать тему для итогового эссе. Ну, все у меня там, половина курса, все мне пишут про российско-украинскую войну, и, соответственно, один из студентов предложил тему, вопрос, который он должен будет освидеть в СМИ, стоит ли Соединенным Штатам отказаться от поддержки Украины в связи с ростом цен на бензин. То есть, да, действительно, среди рядовых американцев часть из них крайне недовольна тем, что цены на бензин растут, но большинство их или нет, это неизвестно, ну и плюс такой момент, внешнюю политику США определяет президент, и очевидно, что в ближайшие, там, сколько, 2,5-3 года Байден еще будет президентом, и он будет принимать решение. И что думают американцы по этому поводу на данный момент уже неважно. Возможно, как это было с Картером, он станет президентом одного срока, возможно, как это было с Рузвельтом, его пересберут еще, это американцы будут решать через НКО, 2,5 года. А если наблюдали, поддержка у Байдена как-то выросла за последние 5 недель на 24 февраля? Нет, у него рейтинги по этому Гэллопу, они примерно такие же, около 40%, но опять же мы помним, что, например, у того же Трампа, все его президентство, все 4 года у него рейтинги колебались, там, в районе 40, там, даже доходило до 36% в какие-то моменты, поэтому, и при этом он чуть не победил Байдена, около полтора года назад, поэтому нынешние низкие рейтинги, они ни о чем не говорят, поскольку выборы еще, президентство еще не скоро, и к тому времени, ну, очевидно, к тому времени война закончится, и, соответственно, и ситуация в американской экономике тоже улучшится, плюс администрация Байдена сейчас принимает, ну, ведет переговоры с Венесуэлой и с Ираном о возможном, там, снятии каких-то частей с них санкций с тем, чтобы увеличить предложение нефти на рынке. Посмотрим, как эти переговоры будут развиваться. — Сергей, единственный вопрос у меня остался, просто, чтобы, если вы сможете ввести наших слушателей в курс дела, как именно изменились цены, и как простые американцы чувствуют на себе последствия отказа от российских энергоресурсов в США? — Ну, у меня нет машины, поэтому для меня это вопрос сугубо абстрактный, ну, вроде там, на пару-полтора, где-то полтора доллара за галлон бензина цены выросли за последнее время, но, опять же, это все разнится по разным регионам, везде разная ситуация с поставками бензина, поэтому какой-то такой средней температуры по больнице в США нет, ну, то, что сообщает СМИ, это где-то там полтора-два доллара за галлон бензина. — А в среднем он, если я правильно помню, налог Джимми Киммала, он около семи стоит, да? Ну, то есть это там а-ля пятая часть. — Ну, да, цены на бензин выросли достаточно серьезно, и для тех американцев, которые пользуются, ну, личным автотранспортом, а таких большинство, это, ну, заметный удар по их семейному бюджету. — Супер, Сергей, спасибо вам огромное, что уделили время, помогли разобраться, очень вам признателен. — Спасибо, спасибо. — Спасибо, спасибо.